здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня я расскажу вам как правильно подготовить клубни картофеля к посадке но вначале я расскажу вам о тех сортах которые я выращиваю в беларуси и которые могу вам порекомендовать первый сорт о котором я хочу рассказать это сорт винета клубни небольшие округлой или овальной формы глазки также не глубокие клубни желтые мякоть также желтая этот сорт раннего срока созревания высота растения около 70 сантиметров растение не слишком высокая довольно компактная созревает примерно за 65 70 дней клубни среднего размера примерно 70 100 грамм при хороших благоприятных условиях могут вырастать и больших размеров сорт крайне устойчивы к неблагоприятным различным факторам перепадам температур и дает всегда хороший гарантированный урожай рекомендую второй сорт о котором я расскажу вам сегодня это сорт белороса наверняка вы все слышали об этом сорте картофель это также ранний срок созревания 65 дней клубни довольно крупные до 200 грамм урожайность высокая кожура у данного картофеля розовая а мякоть желтая сорт довольно вкусный хорошо разваривается рассыпается в общем рекомендую также выращивать этот сорт крупных клубни сейчас под рукой нету поэтому покажу семенной вот так же кожура такая розовая а мякоть желтая третий сорт о котором я расскажу вам сегодня это самый известный сорт который практически выращивается у каждого в огороде в беларуси это сорт скарб сорт скарб это картофель среднего срока созревания клубни довольно крупные до 140 грамм и более кожура желтая мякоть желтая вот такой картофель клубни могут быть овальные либо округлые картофель очень вкусно один из самых вкусных сортов картофеля которые мне известны данный сорт считается сортом столового назначения чем же он хорош хорош своей устойчивостью к парше а также хорошей урожайностью теперь начнем с подбора непосредственно семенного материала картофель на семена должен быть некрупным примерно 3-4 сантиметра в диаметре вот такие некрупные клубеньки картофель должен быть без каких-либо повреждений без царапин без трещин без пятен без признаков заболеваний паршой и так далее должны быть чистые здоровые клубни только такой картофель даст гарантированно хороший урожай если на клубнях присутствуют различные признаки заболеваний различные загнивания пятна то я не рекомендую использовать такой семенной материал опять же есть различные способы обеззаразить семенной картофель перед посадкой однако что я могу сказать как вы не обеззараживаете не применяйте различные средства но есть заболевание и вирусные от них практически невозможно избавиться как-то не обрабатывая клубни поэтому все-таки раз в 35 лет полностью меняйте весь семенной материал у нас беларуси есть хорошие питомники где можно купить отличные сорта картофеля оздоровленный материал и сделать хорошую замену приобрести новые сорта второй важный момент после того как мы подобрали подходящий семенной картофель нужно приступить к его подготовке подготавливаем клубни к следующей посадке что нужно сделать в первую очередь нужно прогреть клубни если они хранились в погребе в прохладе их нужно прогревать семь-десять дней через семь-десять дней когда клубни прогрелись уже можно приступать к посадке нужно отметить что клубни для посадки не обязательно проращивать и даст просто нужно прогреть если вы собираетесь прорастить клубни вот у меня нас то есть такие клубники они уже пророщены то это разумно делать если вы высаживаете картофель для раннего получения урожая обычно это несколько ящиков несколько ведер такого картофеля мы высаживаем чтобы получить урожай уже где-то в конце июня поэтому небольшое количество картофеля проращиваем если у вас большие площади то конечно невозможно в таких объемах прорастить клубни достаточно их просто прогреть что касается проращивания как правильно прорастить клубни если вы все-таки собирались посадить картошку для раннего урожая клубни нужно проращивать только на свету ростки должны быть световыми вот такими коротенькими росточками с корешками если вы проращиваете картофель в темноте у вас вырастут длинные хрупкие ростки которые при посадке просто обломаются а места сломов послужат вратами для попадания различных инфекций поэтому чтобы прорастить картофель отберите здоровые хорошие семенные клубни поместите их в ящики и поставьте светлом месте это может быть подоконник это может быть застекленное ложе либо теплица где нет отрицательных температур температура для проращивания картофеля должна составлять примерно плюс 18 22 градуса тепла этого достаточно чтобы картофель хорошо пророс прорастает картофель по-разному в зависимости от сорта потому что есть сорта ранее есть позднее в среднем от 25 дней до 35 дней прорастает картофель если условия хорошие оптимальный может побыстрее прорасти но рассчитывайте примерно на месяц чем же все-таки можно дополнительно обеззаразить обработать клубни хотя я предпочитаю приобретать материал с питомников чтобы клубни были оздоровлены все-таки могут на них сохраняться различные инфекции клубни могут поражать вредители подстраховаться можно обработав клубни раствором метаризиума и баверии это почвенные грибы которые борются с насекомыми вредителями распространяют свои споры на насекомых а затем споры множатся разносятся по участку заражают других насекомых вредителей и они погибают это биологические препараты которые безвредны для человека для животных а метаризиум чем хорош он еще защищает растение и от каких-либо патогенов поэтому его также можно применять раствор готовится просто конкуренции между грибами нету на ведро воды чайная ложка баверии и чайная ложка метаризиума делаем готовый раствор обрабатываем перед посадкой клубни и высаживаем картофель все этого достаточно а теперь поговорим о сроках посадки многие очень-очень торопятся с посадкой картофеля берут клубни помещают в холодную почву а в итоге урожайность не какая дело в том что если взять клубень картофеля и поместить холодную почву он будет долго лежать в ней и не прорастать пока почва не прогреется а прогреваться она может очень долго поэтому соблюдайте температурный режим температура почвы для посадки картофеля должна быть не ниже плюс 15 градусов она должна хорошо прогреться просохнуть и только после этого нужно приступать к посадке картофеля ведь в холодной почве картофель может не только долго не прорастать но и попросту сгнить и урожая вы тогда вообще не увидите поэтому соблюдайте правил посадки картофель для белоруса это второй хлеб надеюсь услышав мои советы вы получите хороший урожай спасибо за внимание до новых встреч